Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора по Московской области Витушеву Татьяну Семеновну и начальника территориального отдела номер 25 Винокурова Игоря Александрович. Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что согласились, пришли к нам в эфир. Всегда приятно, когда такие дорогие гости приходят на телеканал Видное ТВ. Татьяна Семеновна, первый вопрос к вам. Какова цель визита в Ленинский район? Спасибо, Олег, за вопрос. Цель визита проста. Я, как главный государственного административно-технический инспектор, сегодня здесь с контрольно-надзорным мероприятием, с инспекционным объездом Ленинского района. И целью моего визита это, прежде всего, посмотреть фактическое состояние дел в направлении чистоты, порядка и благоустройства в нашем Ленинском районе. Объезд мой и мой сегодняшний приезд плановый. С подобными объездами я уже объехала всю Московскую область, весь наш регион. И сегодня по плану у нас Ленинский район, поэтому я сегодня здесь. Есть ли какие-то уже впечатления, о которых уже сейчас можно поделиться с нашими телезрителями? Ну, безусловно, мы сегодня работали с утра, и впечатлений полно. Действительно, Ленинский район, это район, который близок к Москве, и поэтому люди, живущие в этом районе, каждый день сравнивают свое качество и комфортность жизни с жизнью жителей города Москвы. Поэтому, безусловно, требования здесь зачастую у наших жителей несколько завышенные. И мы должны вместе с муниципальными властями давать возможность, чтобы эти требования, эти запросы удовлетворить. Поэтому, конечно же, я не столько обращала внимание на чистоту и порядок, которые здесь, оговорюсь сразу, присутствовали на протяжении всего нашего объезда, но и на благоустройство, которое действительно очень важно и которому большое значение уделяет и правительство Московской области, и губернатор в том числе. Мы посетили сегодня комиссионно совместно с муниципальными коллегами несколько сельских поселений и городских поселений. И, безусловно, у каждого поселения оставляло свое впечатление. Как хорошие, так, к сожалению, были недостатки. Игорь Александрович, можно сразу, раз уж мы с Татьяной Семеновной затронули тему благоустройства, были хорошие впечатления, были замечены недостатки. Вы находитесь на территории. Что можно сказать, какие есть замечания по благоустроительным работам? Я думаю, Татьяна Семеновна сама выскажет свое мнение. Мое мнение о том, что мы проверили на Володарке, были крупные замечания, которые заслуживают особого внимания. И моего отдела, и особенно моих надзорных деятельностей, которые, может, у меня замылились глаза и которые я не обращал внимания. А сегодня инспекционная поездка это все выявила. И спасибо, конечно, то, что жители подсказали, надо почаще, может, и такие инспекции проводить. Но самое главное то, что главы это поняли. Хотелось бы понять то, чтобы их работа должна сама заслуживать уважения людей, а не нашей инспекции функции. Ну это золотые слова, соглашусь с вами. Мы уже говорили о тех впечатлениях, которые были во время поездки. А давайте немножко более конкретно разберем те поселения, или городские, или сельские, в которых побывали. И более подробно расскажете о своих впечатлениях. Впечатлениях, да, Олег. Значит, ну, начнем. Сельское поселение Молоковское. Скажу сразу, поселение мне очень понравилось. И особенно хочу отметить работу местных властей. Потому что люди, работающие в этом сельском поселении, умеют слушать и слышат губернатора. Они исполняют то, что говорит правительство Московской области. Я вижу исполнение многих наших областных программ в направлении чистоты, порядка и благоустройства. Я видела здесь нового типа контейнерной площадки. Я вижу серьезную работу с частным сектором. Я не видела замусоренности территории в этом сельском поселении. Я вижу новые детские площадки, нового образца, финские детские площадки в новых микрорайонах. Я вижу работу с видеокамерами, дабы избежать создания несанкционированных свалок вдоль дорог. То есть вся эта работа в общем и целом регулярно, системно. И результат говорит сам за себя. Пятерку ставлю работ местной власти в этом сельском поселении. Следующее сельское поселение это Володарское. Здесь ситуация с точностью наоборота. Полное отсутствие заинтересованности местной власти в наведении не только благоустройства, но даже чистоты и хорошего порядка на вверенных им территориях. Абсолютно неблагоустроенные дворы, абсолютное отсутствие парковочных мест для автомобилей. Автомобили паркуются где угодно, как угодно. Более того, подтопление дворов, детские площадки, на которых валяется мусор, разбитые спортивные площадки. Все это не дает хорошего впечатления и, кстати, тянет Ленинский район в рейтинге госомтехнодзора вниз. Именно вот такого вида нарушения в данном сельском поселении. Городское поселение Видное. Достаточно чистый город, безусловно. Хорошо благоустроенный. Есть, конечно, нарушения. Мы их зафиксировали. Кстати, мой объезд инспекционный проходил под протокол. Все выявленные правонарушения будут исполняться, устраняться в строго определенные сроки. Но, в общем и целом, Видное тоже производит очень хорошее впечатление благоустроенного, красивого города. Ну и, наверное, самое хорошее впечатление это совхоз имени Ленина, где действительно сельское поселение является эталонным. Я знаю, что данное сельское поселение заняло второе место по всей России в конкурсе благоустройства. Это почетное место. Здесь видна работа властей. Я вижу очень и очень благоустроенные дворы, места общего пользования. То есть, то, что хотелось бы видеть и в других наших районах и городских округах. В общем и целом, Ленинский район по рейтингу Госпомтехнодзора Олег занимает 14 место из 36 районов нашего региона. Скажем так, золотая середина. Но, считаю, что для района, который находится на границе с Москвой, это достаточно низкое место. Поэтому есть к чему стремиться. Вы обратили внимание на те или иные неблагоустроенные дворы, на контейнеры, мусорные и так далее. А на что Вы обратили внимание сразу конкретно непосредственно руководителей поселений? Вы же, да, не присутствовали. Вот прям конкретные Ваши слова. Что необходимо сделать и в какие сроки, чтобы люди чувствовали себя, действительно жили в чистоте и уюте? Вы знаете, Олег, за исключением сельского поселения Володарская, у Вас и так люди в Ленинском районе все-таки в большинстве своем живут в чистоте. Надо отдать должное и надо за это сказать спасибо местной власти. И главе района в том числе. Потому что под его руководством организована эта работа. Что нужно сделать для того, чтобы этот порядок наводился в дальнейшем еще на более лучшем уровне? Это, конечно, исполнять указания правительства Московской области. И четко следовать тем областным программам и самой основной из них, которая так и называется чистая Подмосковья. Потому что там строго определенная дорожная карта по улучшению качества и комфорта жизни во всех районах. В том числе и в Ленинском. К сожалению, у Вас пока не во всех поселениях эта работа по благоустройству ведется нужными темпами. По крайней мере, сегодня, на сегодняшний день работы по комплексному благоустройству дворов, то, что мы успели увидеть в городе Видное, начаты, но далеко еще не все закончены. И будут ли закончены в срок 1 октября, пока у меня остается под вопросом. То есть вот эти моменты, на них в первую очередь я обращала внимание местных властей. Были ли какие-то моменты, которые Вас удивили? Да. Детские площадки. Вы знаете, Олег, Ленинские районы, это, пожалуй, первый район, подчеркиваю, не городской округ, а именно район Подмосковья, где я не увидела ни одной детской площадки, которая не отвечает требованиям безопасности. Травмоопасной детской площадки, которая имела бы неприглядный внешний вид и была бы небезопасна для играющих там детей. В Ленинском районе таких детских площадок, насколько мне доложил мой территориальный отдел, нет. Они все были вовремя демонтированы в количестве 47 штук. И на сегодняшний день эти детские площадки заменяются новыми нового образца. Поверьте мне, такая ситуация редка, к сожалению, в нашем регионе. В Ленинском районе она присутствует. И здесь же я увидела большое количество новых детских площадок, и особенно меня удивили инновационные, так называемые, детские площадки, детские площадки нового образца. Таких я не видела ни в одном районе Московской области, какие я увидела, например, в совхозе имени Ленина. Но это приятно. Это приятно. Почему? Потому что свой путь в журналистике я начал в 90-х, и я прекрасно помню, как мы снимали репортажи, когда на детской площадке из 15 ступенек присутствовало 4-5, когда перила прикручивались, проволокой прикручивались. Да, представляете, все-таки, я думаю, что не только Ленинский район, я думаю, все Подмосковье делает в этом направлении большие шаги, и это не может не радовать не только конкретных мам, бабушек, родителей, которые гуляют со своими детьми, но и вообще всех людей, потому что это красиво, а это создает совсем другое настроение. Были ли моменты, которые, уж простите за прямой вопрос, что категорически не понравилось? Да, повторюсь, сельское поселение Володарское, подтопление во дворах, открытые люки, что вообще небезопасно для проживающих там людей. Ну и не понравилась, конечно, вид нам несанкционированная парковка автомобилей на газонах вдоль детских площадок. Данные нарушения, к сожалению, системны были практически по всей территории города, по которой мы проезжали. Насколько мне известно, 10 июля в Московской области проходит именно акция, или назовем по-модному, флешмоб, не паркуйся на газоне. Прошла ли она в Видном, и насколько много удалось выявить именно конкретно мест, где парковались на газонах? И что с ними делать, с этими нерадивыми автолюбителями? Вы знаете, Олег, она не только прошла в Видном. Я вас обрадую, старт ей был дан в Видном, лично мной, в одном из ваших дворусов. Да, она прошла по многим районам Подмосковья, она у нас впервые. Акция прошла под эгидой Общественного совета Госамтехнадзора, в ней участвовали молодежь из молодой гвардии, насколько мне известно, в большом количестве. О результатах ее я пока сказать не могу, поскольку нахожусь у вас здесь. Они, наверное, будут подведены уже завтра. Но, как мне сообщает моя подчиненная, что флешмоб прошел очень удачно, ярко и на таком хорошем позитиве. Ведь у нас, по большому счету, основная цель это все-таки призвать людей к тому, чтобы они соблюдали элементарные правила общественного порядка. А ведь, как говорят, чистое Подмосковье начинается с каждого из нас, так и общественный порядок. И то мероприятие, в котором сегодня участвовал молодежь и наш общественный совет, он также призывал людей все-таки не парковать свои машины там, где этого нельзя делать. Хотя именно флешмоб назывался «Спасти газон», то есть не парковать машины на газонах во дворах и в первую очередь на детских площадках, где гуляют дети, поскольку это небезопасно для них. В начале нашего эфира вы сказали о том, что Ленинский район занимает 14 место в рейтинге чистоты в Московской области. Разделю их на два. Первый вопрос, что необходимо сделать Ленинскому району, чтобы позиции поднимались. И второй, а каковы критерии оценки и критерии рейтинга? Вопрос понятен, Олег. Ну, во-первых, у нас рейтинг сезонный, у нас весенний, летний, осенний и зимний рейтинг. И критерии в каждом климатическом сезоне, они различны. Поэтому в рейтинге именно весенним госэмтехнодзора Ленинский район стоит на 14 позиции. И сюда входит много критериев. Это и весенняя уборка, и благоустройство, и посадочные работы, и далее, далее, далее. С самой методикой и критериемом определения данного места можно, конечно, познакомиться на сайте госэмтехнодзора, где четко и подробно все описано, какие баллы, за что даются, и именно слабые места Ленинского района. Но, наверное, более подробно, в чем слабость и что нужно сделать Ленинскому району, в каком направлении, Игорь Александрович, скажите вы. Могу сказать, что особенно, особенно это, получается, благоустроительные работы, которые проходили у нас весной, почему мы заняли 14 место. В зимнем рейтинге Ленинский район был вообще на 17 месте. Но мы все помним, как у нас убирались зимой дороги, как у нас было, сколько всегда скандалов, мои прямые эфиры, когда я призывал власть слушать и с жителем не парковаться, когда машины не могли проехать и убрать. Вы это все помните, это все было. Тогда было у нас 17. Почему 14 в Ленинском районе? Ну, жители все меня знают. То, что когда и погода у нас была, была весна, сначала раннее, весеннее, да, мы все сначала собрались. Думаем, 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 да, думали, что выйдем мы на субботники, не ждали, начали ждать субботников. Но если бы сразу все вышли в те дни, а потом, когда начали субботники, погода плохая, и это все начало тормозиться, перестало краситься, перестало высаживаться материал посадочный, все перестало мыться, и все ждали погоду. А погоду дождались уже май, уже заканчивается май, и мы только в июне покрасили, покрасили до конца бордюра, и то не до конца. Вот поэтому у нас рейтинг... Немножко просел. Просел. Из-за города Вильного. Будем так говорить. Да, Олег, я еще хочу что сказать. Мне многие главы, многие журналисты районов наших муниципальных задают эти вопросы мне. Настя Семеновна, почему мы на таком месте, мы плохо работаем? Я говорю следующее. Знаете, наверное, Ленинский район хуже работать в направлении наведения чистоты, порядка и благоустройства не стал. Олег, наверное, не стал. Я здесь была год назад, и он был неплохо год назад. По крайней мере, городское поселение Видное, где я была. Просто соседи стали работать лучше. Уважительная причина. Намного лучше. Они просто рванули, а вы остались в том же темпе. Поэтому есть о чем задуматься и есть куда стремиться. Спасибо огромное. И такой небольшой итог нашей встречи. Вы знаете, мне кажется, что мы находимся с вами примерно на одной позиции, что называется. Когда люди не добиваются того, что должны выполнять руководители различных уровней, они обращаются на телевидение, они обращаются к депутатам, и они обращаются в ваш административно-технический надзор, потому что в какой-то степени это становится последней инстанцией, куда люди придут и знают, что они получат помощь. Поэтому огромное спасибо за вашу работу. Ну а всем жителям Ленинского района я прям смогу абсолютно точно заверить, что мы в тесном контакте работаем с Госадмотехнадзором, и дальше мы будем работать так же, и еще, может быть, даже и лучше. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания.